Приветствую вас. Я бы поставил вопрос немножко по-другому. Я бы поставил вопрос так, почему вас интересует то, чего хочет и о чем думает мужчина. Почему вас это волнует? Вот. К примеру, человек не определился, к примеру, человек не хочет брать ответственность, человек не уверен еще в своих чувствах, может быть, прошло мало времени, может быть, что-то еще не столь здесь это важно, но в любом случае, это выбор человека, выбор мужчины, что ему делать. И, на мой взгляд, человек, ну, не обязан, он не обязан себя понимать, он не обязан знать досконально, почему он делает то или иное, если ему это не вредит, если ему это, ну, не мешает. Но пытаться понять со стороны другого человека, да, то есть вот то, что вы делаете, то, что вы делаете сначала, вы спрашиваете, как понять мужчину? То есть мы должны вам ответить по поводу того, как понять другого человека, не вас, а другого человека. Но если вы не понимаете другого человека, общаясь с ним, взаимодействуете с ним близко, относительно близко, то почему вы считаете, что мы можем это сделать, когда у нас по факту только тот материал, который вы даете, и в той интерпретации, которую вы даете? Почему вы решили, что мы можем ответить на этот вопрос? На мой взгляд, это неэтично, на мой взгляд, это непрофессионально. Что более профессионально и более приемлемо, так это определение вашей заинтересованности и вашей мотивации того, что вы делаете, пытаясь понять мужчину. Зачем вам это? Зачем вам это? Зачем вам это? Зачем вам это? Вот давайте предположим, предположим, просто предположим, что человека вы уважаете, к примеру. Вот я уважаю вас, допустим. И вы говорите, Андрей, я не хочу с вами работать, допустим. Ну, по совершенно разным причинам. Не понравился, например, голос, не понравилось, не понравилось, как я работаю и так далее, время там не подходит. В общем, что-то вам не понравилось. И вы говорите мне об этом, что работать со мной вы больше не хотите. При наличии уважения к вам я приму ваш позицию и скажу, хорошо, окей. И все. А? Вы же, позицию мужчины, как есть, принять никакого права. Вам нужно его понять. Для чего? Почему вам этой позиции недостаточно? Чего вы хотите? Знаете, если у вас есть отношения, да, если вы находитесь, или если вам мужчина интересен, нравится, то крайне неблагоприятная основа для отношений, когда вы не принимаете позицию человека, такой, как она есть. Когда вы не довольствуетесь тем, что есть, в данном случае это неплохо. Вы можете не довольствоваться и не должны довольствоваться тем, что есть в том, что касается вас. То есть человек сам по себе всегда может стремиться к большему, к лучшему. Человек может сам по себе стремиться к развитию. Человек может сам по себе стремиться к новым вершинам, к новым высотам. Все верно. Но не в том, что касается другого человека. Другого человека нужно принимать. Если вы другого человека не принимаете, если вы пытаетесь его позицию понять, именно понять, без его на то запроса, то это уже перенос на вашего партнера то, что вы сами думаете, то, что вы сами хотите. Ну, в качестве примера я могу привести следующее. Предположим, вы хотите понять мужчину для того, чтобы, по вашему мнению, стать ближе к цели, например, вступить в отношения, построить семью и так далее. Выйти замуж. И получается, что вот в таком случае, вот в таком насладе, получается, что человек выступает здесь как некое средство для реализации ваших желаний. А вы, поскольку человек средство, становитесь зависимым. Когда человек становится зависимым, начинаются конфликты, начинаются ссоры, начинаются проблемы. Потому что зависимость – это не свобода. Понимаете, о чем идет речь? И вот это очень важно, если вы хотите здоровых отношений, если вы хотите беспроблемных, бесконфликтных отношений, то уже сейчас, пока вы, ну, находитесь еще на достаточном отдалении друг от друга, лучше выстраивать все на благоприятном фундаменте. Либо, либо, отстаивать четко свою позицию. Если, к примеру, вы считаете, что мужчина должен вести себя исключительно однозначно, то есть, там, допустим, сразу брать вас в оборот, к примеру, то право – это, безусловно, ваше. Ну, и отвечать нужно за свой выбор. И отвечать нужно за свою позицию. То есть, как проявляется это? В том, что вы отказываетесь от человека, если он вам не подходит. То есть, вот, если человек, с которым вы общаетесь, не ведет себя так, как вы считаете необходимым для мужчины, то вы от него отказываетесь. Как бы он сильно вам не нравился. Вот. Либо делать выбор, там, в пользу чего-то другого. Но, при том, все это важно делать осознанно. Отдавая себе отчет в том, что вы делаете, для чего и какую цену будете за это платить. Вот. Чтобы не было, потом, обвинений. Типа, что вот я, там, для тебя, там, столько сделал, а ты, вот, негодяй, там, не оценил меня и так далее. Вот. Дальше. Определенно, что мужчина хочет держать дистанцию. Именно в вашей ситуации это 100%. Можно говорить, не говорить о том, что он боится, боится ответственность. Да, это уже непонятно. Кто-то хочет держать дистанцию, это так. И важно понимать, первый это у вас мужчина такого типа или нет. Потому что там возможны повторения, а где возможны повторения, есть сценарное поведение. Вот. И что делает вас заложником поведения. А сами вы выбираете строго определенных, к сожалению, партнеров, которые по, в кавычках, в кавычках, мистическим причинам, не дают вам то, чего вы хотите. Вот. К примеру, если вы боитесь отношений, то вы будете встречать тех людей, которые боятся отношений, а вы будете выступать, как раз таки, в роли такого бравого искателя этих самых отношений. Вот. При том, что человек, вроде бы, от них отказывается сам, и от вас в том числе, вот, вроде бы, вы не понимаете, что происходит, но в то же время именно вы выбираете такого человека. Условно говоря, мы, это те, кого мы выбираем. Это наше отражение, в какой-то степени. Вот. Но отражение может быть разным. И можно понять, какое отражение, в данном случае, имеет место. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи.